Добрый вечер! Спасенные, чтобы служить по всему миру! И те, кто с нами впервые! Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю вечернюю программу в нашей студии «Спасенных, чтобы служить! Исполнение пророчеств!» И прежде чем мы начнем сегодняшний вечер, давайте склоним наши головы для слов молитвы. Небесный Отец, мы благодарны за Твою верность к нам. Спасибо Тебе за ангелов, служителей, которых Ты посылаешь для служения нам. Ты желаешь спасти нас? Дай нам Слово Твое и даруй исцеление нам, физическое, умственное и духовное. Прости нам грехи наши и благослови сегодняшнюю программу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь нас, и за то, что Ты отвечаешь нам. Молитва наша во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все, кто следил за тем, как разворачиваются события об исполнении пророчеств о последнем времени, понимают, что протестантство на грани исчезновения, и что день его уничтожения назначен на 31 октября 2017 года в городе Лунд, Швеция, где католики, протестанты и лютеране, и другие, называющие себя евангелистами и протестантами, объявят, что реформация окончена. Мы знаем, что 31 октября 2017 года, этого года, будет праздноваться 500-летняя годовщина с того дня, как Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов против извращений и искажений католицизма на дверях Виттенберга. Они же празднуют этот день, заявляя, что реформации пришел конец, и они казнят, убивают ее. Но истинные протестанты понимают, что реформация не начиналась с Мартина Лютера, и тем более не закончилась на нем. Ее необходимо нести дальше, пока не завершится история этой земли. И все те, кто хочет стать частью ее продвижения и выполнить свою работу, истинную работу протестантов, в эти последние дни, должны понять начало и продвижение протестантской реформации, они должны также понимать точности, против кого и чего реформаторы выступали. И нет другой книги, которая может пролить свет для нас относительно этих истин, как эта чудесная, боговдохновенная книга «Великая борьба». Аминь. Коль скоро ты заговорил о книге «Великая борьба», мы собираемся начать цикл исследований глав книги «Великая борьба». Поэтому я хочу попросить вас приготовить свои книги, хорошо? Потому что каждую неделю, по милости Божией, мы будем изучать глава за главой из книги «Великая борьба». Мы живем в те времена, когда, как Хилари сказала, что мы должны осознавать против кого и чего мы должны протестовать. И для того, чтобы мы могли выступить против чего-либо, и чтобы могли угодить Богу, мы должны понимать Его весть. Часто, когда люди берут в руки эту книгу «Великая борьба», они обычно начинают с последних двадцати пяти или двадцати одной главы этой книги. Второй половины книги. И большинство людей не читают вступительные главы книги «Великая борьба». И что я хочу, чтобы вы все осознали, чтобы вы могли это понимать и правильно относиться к последним главам книги «Великая борьба». Вам сначала нужно изучить и разобраться с первыми несколькими главами. Несколько первых глав является типом, а исполнение образа мы находим в последних главах. Совершенно верно. То есть, по сути, первые четырнадцать глав закладывают основания для последнего времени. И есть некоторые люди, которые читают эти главы, первые четырнадцать глав, книги, первые четырнадцать шестнадцать глав, касающихся реформаторов, начиная от разрушения Иерусалима и до времен реформаторов. Но также многие не читают вступление, а вступление было написано самим автором, Эллен Уайт, к этой книге «Великая борьба». Итак, что же мы будем делать? Мы рассмотрим вступление к книге «Великая борьба», а также первую главу, которая называется «Разрушение Иерусалима». Мы не будем прочитывать каждый абзац в этой книге, но мы будем уделять внимание исследованию некоторых наиболее сильных отрывков во вступлении, а также в первой главе. Давайте начнем со вступительной фразы в первом абзаце из вступления. Хиллари, пожалуйста. На последнем этапе великой борьбы сатана будет использовать свои прежние методы. Он проявит тот же дух, как и в прежние века, и будет стремиться к продвижению и достижению той же цели. То, что происходило в прошлом, повторится вновь, но только с той ужасающей разницей, что приближающаяся борьба будет отмечена яростью и ожесточением, которых мир еще не видел. Происки сатаны станут еще коварнее, его нападки еще более решительными. Он будет пытаться прелестить и избранных. Изобразить картины великой борьбы между истиной и заблуждением. Обнаружить лукавые замыслы сатаны и те средства, с помощью которых мы могли бы противостоять ему. Исчерпывающим образом разрешить великую проблему зла. Пролить свет на происхождение греха и путь окончательного избавления от него, с тем, чтобы во всей своей полноте раскрыть справедливость и милость Бога в его взаимоотношениях со всеми творениями. Наконец, показать святость и непоколебимость его закона. Вот для чего я трудилась. Моя искренняя молитва о том, чтобы эта книга помогла людям освободиться от власти тьмы и сделаться участниками наследия святых во свете для прославления того, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Это довольно сильный отрывок из вступления. Это были страницы 15 и 16. Теперь можно увидеть, в чем состоит цель этой книги «Великая борьба» просто по этим двум первым цитатам. Посмотрите на еще один отрывок, взятый из предисловия. Тут говорится на странице 13. «Когда Дух Божий открыл мне великие истины Своего Слова, и картины прошлого и будущего прошли передо мной, мне было сказано сообщить другим то, что я узнала». То есть написать историю борьбы прошлых веков. Так, чтобы яркие лучи света осветили во всей полноте предстоящую борьбу, беспрецедентную по своему накалу. Исполняя это повеление, говорит сестра Уайт, я попыталась отобрать и сгруппировать события, касающиеся истории церкви, таким образом, чтобы проследить, как раскрывались великие, испытующие истины, данные миру в разные периоды времени. Истины, которые возбуждали ярость сатаны и ненависть, возлюбившей мир церкви, но о которых свидетельствовали те, кто не возлюбил души своей даже до смерти. Аминь! Аминь! Эти отрывки, когда читаешь их и размышляешь о них, они действительно заставляют тебя задуматься. Боже, кто подходит для этого? Кто на самом деле готов быть твоим истинным протестантом в эти последние дни? Взгляните на это! Да! Большое благословение, что эта книга была дана нам. Потому что, как мы видим здесь, это было сделано и для того, чтобы мы могли узнавать способы действия сатаны. И поэтому становится понятно, почему же важно, чтобы эта книга была той, которую читают и усердно исследуют в это последнее время. На странице 14 говорится. Задача этой книги состоит не столько в том, чтобы познакомить читателя с неизвестными страницами борьбы прошедших времен, сколько выделить ряд тенденций и составить некий сценарий, по которому события будут развиваться в будущем. События прошлого, рассматриваемые в свете борьбы между силами света и тьмы, должны приобрести в наших глазах новое значение, ибо они проливают свет на будущее, освещая путь тех, кто, подобно реформаторам прошлых веков, будет призван ценой потери земных благ нести людям Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Аминь. Знаете, мне на ум приходит тот факт, что люди, называющие себя адвентистами седьмого дня, как бы похоронили к эту книгу Великая Борьба. И сейчас они занимаются и продвигают то, что они называют Великая Надежда. И видите, она занимает место Великой Борьбы в качестве книги, книги для евангелизации мира. И эта Великая Надежда лишена этого вступления. Верно. Лишена этих первых глав, 14-16 глав. Друзья, эта книга, не пропустите эту мысль. Эта книга, Великая Борьба, это книга для приготовления ста сорока четырех тысяч. Тех, кто будет стоять с сангцем Иисусом Христом в это последнее время. Это та самая книга. Похоронить эту книгу, отвергнуть эту книгу, отбросить эту книгу, поставить любую другую книгу на ее место, означает измену против Иисуса Христа. Верно. Хиллари, страница 16-я из книги Великая Борьба. В событиях прошлого мы можем увидеть предзнаменования грядущей борьбы, ожидающей нас. Изучая их в свете Слова Божьего и Его Духа, мы обнаружим все разоблаченные замыслы врага и опасности, которых должны избегать те, кто желает без порока предстать перед Господом в день Его пришествия. И как эта группа людей называется? Те, кто предстанет без порока перед Господом в день Его пришествия. 144 тысячи. Давайте откроем 14-ю главу Откровения. Откройте вместе со мной 14-я глава Откровения. Эти принципы изложены во вступительной части. В стихе номер 1 вы видите 144 тысячи. А в стихе номер 4 говорится, это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. И стих номер 5 говорит, и в устах их нет лукавства. Аминь. Они не порочны пред престолом Божьим. Аминь. И если продолжаешь читать главу дальше, как раз следующий текст раскрывает весть, которую 144 тысячи понесут миру, чтобы также и мир приготовился предстать перед Господом без порока. Итак, это означает, что весть трех ангелов является вестью протеста. Они в краткой форме выражают суть протестантской реформации. Она вся передана в этой трехангельской вести. Мы только что рассмотрели сильные моменты из вступления к книге «Великая борьба», а сейчас мы погрузимся прямо в первую главу книги «Великая борьба» под названием «Разрушение Иерусалима». Эта книга написана не как компиляция, это писалось про мой последовательности, и автор этой книги Элен Уайт была вдохновлена Богом. И хотя она написала много других книг, в частности книги из серии «Конфликт веков» с такими же книгами как «Патриархи и пророки», «Пророки и цари», «Желание веков», «Деяния апостолов» и «Великая борьба» всего пять книг. Из этих пяти предисловия и вступления она написала только книги «Великая борьба». Чтобы показать нам насколько важна эта книга, она написала предисловия и вступления. И второе, несмотря на то, что она написала много других книг, какую книгу превыше всех остальных книг Сатана пытался мешать сестре Уайт написать? «Великую борьбу» «Великую борьбу» Это книга, которую дьявол ненавидит. И так, сейчас, когда мы будем рассматривать эту главу «Разрушение Иерусалима», мы вначале хотим понять эти символы и их исполнение, то есть тип и антитип. Потому что события, которые привели к разрушению Иерусалима, те же самые события происходят и сегодня. И когда мы будем рассматривать их, основываясь на книге «Великая борьба» и на Библию, мы поймем, что живем во время финальных сцен истории этого мира. И так, сейчас давайте сконцентрируем все наше внимание на одной из глав, где Христос упомянул разрушение Иерусалима. Откройте 19 главу Евангелия от Луки, вместе со мной Евангелие от Луки, глава 19, и, друзья, нам многое предстоит изучить. Поэтому, простите меня, если будет казаться, что я немного тороплюсь, но нам нужно изучить обширный материал. Я верю, что начав первую часть в этой серии, я полагаю, враг попытается изо всех сил остановить и помешать этому. Но по Божьей благодати мы надеемся на кровь Иисуса Христа, избавляющую нас, и чтобы Он сохранил нас, чтобы Его Слово могло распространяться силой, с убеждением, и чтобы несло просвещение для людей. Аминь! В Евангелии от Луки 19 главе, это просто попутная такая справка. Текст из 28-го по 31-й текст. Это триумфальный въезд. Это первый день последней недели Христа на этой земле. Итак, первое, что я хочу, чтобы вы записали, хотя мы, возможно, постараемся изо всех сил сделать заметки проповедям из этой серии, но, пожалуйста, конспектируйте. Первое, что вам стоит записать, это то, что когда Христос упомянул разрушение Иерусалима, Он сделал это в первый день недели. То есть воскресенье, это последняя неделя Его земного служения. В стихе номер 37 и в стихе номер 38, Библия говорит, что люди начали делать кое-что. Что они там делали, Хиллари? Ну, в тексте 38 написано, что они говорили, благословен царь, грядущий во имя Господне. Они радовались, что Христос к ним пришел, но они неправильно понимали, зачем Он к ним пришел. Они говорили, благословен царь, пришел ли Он, чтобы воцариться в это время? Нет, не для этого. Разве это не был тот же Христос, который сказал, «Царство Мое, не от мира сего». Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня. Это показывает, что они не понимали пророчества. О каком пророчестве мы говорим? Пастор упомянул последнюю неделю земного служения Христа и вообще Его жизни на земле. Это приводит нас к пророчествам Даниила 9. Христос пойдет на крест, Он будет распят. Люди не поняли пророчеств, и к сожалению, даже ученики не понимали пророчеств. Подожди минутку, то есть ты говоришь, что в эти последние дни земного служения Христа, последние 7 дней, люди и ученики не понимали Его служения? Не понимали. Посмотрите на одну цитату отсюда, я сейчас прочитаю из книги «Великая борьба» страница 594. Хорошо, друзья? Потому что этот отрывок говорит нам, что как было тогда, точно так же будет и в эти последние дни. Представьте себе, ближайшие ученики Христа не понимали, что Христос не будет коронован, но Он будет акцем Божиим, принесенным в жертву, распятым, чтобы взять на Себя грехи этого мира. Они оставались в недоумении, несмотря на то, что Христос снова и снова говорил им, я иду на крест, церковь и правительство страны, старейшины, первосвященники объединятся, чтобы распять Меня, но Я воскресну. На третий день. Прочтем, друзья. В книге «Великая борьба» эта глава называется «Священное Писание. Гарантия против заблуждения». Я не буду читать все. Взгляните внимательно, говорится вот что, они быстро забыли слова, которые должны были остаться в их сердцах, и испытание застало их врасплох. Смерть Иисуса разбила все их надежды, как будто Он никогда и не предостерегал их. Так и в пророчествах будущее открывается перед нами так же ясно, как оно было открыто и ученикам Иисуса. События, связанные с окончанием времени испытания, и необходимость приготовления ко времени скорби, изложены ясно и определенно. Но многие, послушайте сейчас внимательно, но многие в церкви, но многие совершенно не понимают этих важных истин, как будто бы их и нет на страницах Библии. Вот это да! Сатана бодрствует и ослабляет любое влияние, которое могло бы умудрить людей ко спасению, чтобы время скорби оказалось для них неожиданностью. И несомненно, это исполнилось в жизни учеников. Когда наступил кризис, Христос был убит. Как и предсказывал, они рассеялись. Они были не готовы, потому что они не знали пророчества. Они не помнили слов Христа. Итак, это означает, что нам тогда нужно изучать что? Пророчества, времена. Посмотрите внимательно, Ивангелет Луки 19-ая глава и стих 39-ый. В 39-ом стихе Библия говорит, что фарисеи направились к Иисусу. Это тоже событие, воскресение, последняя неделя земного служения Христа. И церковные лидеры сказали Христу, запрети своим ученикам. Скажи им молчать. Почему они сказали это? То есть, что они пытались заглушить? Они пытались заглушить весть протеста. И посмотрите, что Христос ответил им в тексте 40-ом. Сказываю вам, что если они умокнут, то камни возопьют. Что же здесь происходит? Ну, во-первых, причина, по которой Христос допускает это проявление ликования, даже хотя, как мы упоминали ранее, они славили Бога, думая, что Он воцарится. Он позволил этому произойти, потому что Ему нужно было привлечь внимание всего народа на Себя. Потому что Он знал, какое дело Ему необходимо будет совершить несколько дней спустя, умереть как агнец Божий. Он пытался привлечь их внимание снова к истинному пророчеству. И поэтому Он не запрещал им и позволил продолжить. Ему нужно было, чтобы люди сфокусировались на Нем. И так, хотя весть и не была четкой, потому что… Время было точным. Это была очень актуальная, экстренная весть. И мы также видели подобные другие времена истории. С кем? Во время миллеритского движения они растолковали события неправильно, но время определили верно. В 1844 году они ожидали, что Христос вернется и уничтожит землю огнем. И многие люди присоединились к этому движению, они отдавали свои сердца Христу, крестились, они неправильно растолковали. Что должно произойти? Хотя сроки были верны. Но Бог допустил это. Нам говорит сестра Уайт, что Господь прикрыл рукой эту часть пророчества. Он скрыл это от их понимания. Он хотел испытать их сердца и поэтому допустил это. Так же было и во время триумфального въезда. В последние часы, последние дни Христово земного служения лидеры хотели заглушить голос. Не проповедуйте эту весть, благословен царь. И вот применение к последним дням. Называющие себя проповедниками церкви Божьей, Божьего движения в последнее время, профессоры в школах, они постараются изо всех сил заглушить весть относительно знамений Второго пришествия Иисуса. Верно. Потому что Он грядет как царь. И у этого есть три варианта интерпретации для последнего времени. Когда они имели дерзость сказать Христу «скажи своим ученикам замолчать» мы не хотим слышать этого. И Христос сказал «если они умолкнут, то уже камни вопию». Возопиют. Возопиют. Другими словами, у Христа будет голос протеста. У Христа будет глаз вопиющего в пустыне. Аминь. И друзья, если вы помните, всего два года тому назад это было, посмотрите на экран, вот сюда, это был Тони Палмер. Это был Тони Палмер с папой Франциском и с Кеннетом Коплендом. И евангельские христиане, кто сделал следующее заявление. Просто пропустите и читаем со слов, которые отмечены голубым цветом. Тут говорится, это Тони Палмер говорит, братья и сестры, протест Лютера окончен, а ваш, какой заложен смысл в этих словах? Нет нужды в протесте. Так что молчите. Молчите. Именно так. Если нет, он продолжает. «Если нет больше протеста, как уже может существовать протестантская церковь?» – сказал он. И конечно же он продолжает. Но теперь обратите внимание, друзья, будьте внимательны, есть второе применение этому. Первое. Так как мир считает, что протест уже окончен 31 октября 2017 года, они планируют официально подписать документ о конце протестантской реформации. Итак, теперь молчите, адвентисты седьмого дня, потому что враг Божьего народа знает, кто является истинным остатком. Верно. Они знают. И во-вторых, внутри адвентизма седьмого дня будет разыгрываться тот же принцип. Вы помните, в Евангелии от Иоанна в первой главе и в текстах с 19 по 25-й, левиты и священники и фарисеи пришли к Иоанну Крестителю и сказали, «Ты или я?» «Ты один из пророков?» «Ты Христос?» «Если же нет, то почему ты тогда крестишь?» «Почему тогда ты вообще совершаешь эту работу?» «Помалкивай!» «Вот что они говорили по сути» И если мы посмотрим на Евангелие от Луки 20-ю главу, посмотрим на 20-ю главу Евангелия от Луки, стихи с 1-го по стих номер 7-й и 8-й, фарисеи и книжники имели дерзновение говорить Христу и задавать Ему вопрос, «какою властью ты это делаешь?» «Кто дал тебе власть сию?» Крестить, учить, проповедовать и выполнять медицинско-миссионерскую работу? Другими словами, они говорили Создателю, они говорили Искупителю, замолчи! Верно! Потому что Он не был связан с их религиозной сектой. Он не прошел их школы. Когда Бог будет воздвигать людей, подобно Иоанну Крестителю, которые, подобно Христу и Илье, будут продвигать истинное Слово Божье самостоятельно на самообеспечение, так как они не являются частью конференции церкви. Им будут говорить проповедники из конференции. И так называемые проповедники истины. Замолчите! Верно! И затем они будут рассылать документы, чтобы указать людям, каких проповедников не слушать, но мы можем разглядеть в этом еще один способ, которым этот протест заглушается внутри церкви. Когда отправляют великую борьбу на мусорную кучу, историческую мусорную свалку, и публикуют книгу под названием «Великая надежда», откуда все, что касается протеста, извлечено. И понятно, почему фарисеи пытались утихомерить учеников. Мы знаем, что когда он был распят, они сказали «У нас нет иного царя, кроме Цезаря». Так что они не хотели, чтобы у Христа было такое верноподданство. И так же, когда Пилат хотел повесить табличку на кресте, что они сказали снова «Не пиши, он был царь иудейский», а «Напиши». Он говорил, что он царь иудейский. Не позволим этому человеку царствовать над нами. Так что мы видим, что они отвергали его как царя, а всякого, кто принял его как царя, пытались заставить молчать. Посмотрите на контраст. Итак, это воскресенье. Первый день последней недели земного служения Христа. И люди восклицают и ликуют «Благословен царь». Но взгляните на стих сорок первый, этот контраст эмоций. Они восклицают, они радуются «Благословен грядущий царь». Тем не менее, каким мы находим здесь Христа? Плачущим. Стих сорок первый. «И когда приблизился к городу, и тогда что? И заплакал о нем». Какой же здесь контраст? Почему он плакал? Он заплакал, потому что знал, что произойдет спустя примерно сорок лет. Он знал, что произойдет в семидесятом году. И нам также сообщается в Великой Борьбе. Он не плакал о себе, хотя крест был уже прямо перед ним. У него было три дня меньше, чем три дня до креста. Он даже не думал о себе. Он не думал о мучениях, которые ему предстоят. И даже не о физической боли, и даже не об отвержении. Он плакал о своем народе. Это последняя неделя его земного служения. Он оказался плачущим об этом городе. Не о кирпичах и строительных материалах. Он плакал о людях. И вы увидите, почему он заплакал. Во-первых, Христос плакал о людях, которые называли себя его людьми, потому что они не желали исследовать пророчества из слова и понимать, кем он являлся, и что его служение влекло за собой. Если мы сегодня отказываемся склоняться на колени с нашей Библией, читать «Великую борьбу» и другие подобные себе книги, мы заставляем Христа плакать. Мы грешим против возможности получения большего света. Посмотрите на стих 42. О, друзья! Заставляем ли мы Христа плакать? И вот что она сказала. Он взглянул сквозь века. Он не просто плакал из-за людей того поколения. Он взглянул сквозь столетия на последнее, заключительное поколение из всех людей, которые будут потеряны по тем же самым причинам. Стих 42. И сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Обведите слово «мир» и подпишите слово «защита». Потому что сестра Уайт использует слово «защита» – охрана, которая синонимична со словом «мир». Если бы они приняли Христа, ни за что на свете Иерусалим не был бы разрушен. Это бы просто не произошло, друзья мои. Хорошо, двигаемся дальше. Что служит к миру твоему? А что является противоположностью мира? Борьба. Война. Борьба. Вражда. Абсолютно верно. И что же произошло с Иерусалимом? Мы еще дойдем до этого. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Он плакал потому что они дошли до того момента, когда Христос увидел, что многие больше не будут иметь возможность получить свет и спасение. Стих 43. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вы видите, почему он заплакал? Они не узнали времени. Пророчества, друзья. Время их… Посмотрите на одну цитату. Сейчас мы проходим первую главу в Великой борьбе. Это наш цикл программ. Мы всего лишь освещаем некоторые отрывки, и когда мы закончим наш разбор, вам стоит разобраться поглубже в этой главе. Посмотрите на страницу 18. «Он плакал об обреченных жителях Иерусалима, о слепоте и нераскаянном сердце тех, кого он пришел благословить и спасти». Если бы израильский народ оставался верен Богу, Иерусалим… Не забудьте эту фразу «Иерусалим стал бы на веки избранным городом Божиим». Давайте остановимся здесь, потому что я хочу прочитать и дальше. Но не упустите этого. Итак, для тех, кто был ранее избранными, наступил ли момент, когда они более не считались Божьими избранными? Это то, о чем мы здесь читаем. Давайте продвигаться дальше. Мне интересно, кого сегодня, какую группу людей Христос объявил и назначил своими избранными? Интересно, произойдет ли подобное прохождение мимо с большинством, не всеми, но с большинством из тех, кто сегодня называет себя избранными Божьими, подобно тому, как Бог прошел мимо израильского народа, как нации, но не всех до единого. Некоторые все-таки остались Божьими избранными, но большинство были отвергнуты. Тип и антитип. Давайте снова посмотрим на экран, страница 22-ая. Тут говорится, с распятием Христа на Голгофе оканчивалось и время благодати и милости для Израиля как избранного народа. Вот это да. Избранный, привилегированный, это все закончилось. Если гибель только одной души, Господь, помилуй мою душу и Твою душу. Если гибель только одной души, безграничная потеря, намного превышающая все сокровища и богатства мира, то здесь перед Иисусом расстилался весь Иерусалим, и Он видел печальную участь, ожидавшую этот город и всю нацию. Этот город. Вы подумайте об этом. Одна погибшая душа стоит больше, чем весь мир. Вот это да. И Он плакал не об одной душе, а о целом городе, и не только о Иерусалиме, но обо всем мире. Какие же это были слезы? Неописуемая, безудержная агония. Тут говорится, Христос видел. Вы узнаете, не дай Бог, узнаете, что один человек, которого вы любите, умирает. И один человек умирает, и вы плачете. А что случится, если два человека умирают? Три ваших любимых человека в одной аварии. Как бы вы плакали? Вы возможно хотели бы сами умереть. Тут говорится, Христос видел в Иерусалиме прообраз мира, ожесточившегося в своем неверии, возмущении, и быстро идущего навстречу карающим судам Божьим. Итак, какая это группа? Какое отношение к нам это имеет? Много мне приходит на ум. Расскажи нам, пожалуйста, Хиллари. Тут был большой контраст. Потому что в воскресенье мы видим Его въезжающим на осле, и люди прославляют Его и ликуют, но тем не менее, Христос не радовался. Он оплакивал всех тех, кто будет потерян, всех тех, кто отвергнет Его. Если у нас такая же любовь к Его людям, есть ли в нас подобная любовь к нашим детям, к нашим родителям, к душам, не знающим Христа, плакали ли мы когда-либо хотя бы о спасении своей собственной души? И сегодня мы знаем, мы говорим о времени, понимании времени. Мы знаем, что мы живем во время антитипа Судного дня с 1844 года. И мы знаем, что День Искупления – это время для переживаний, время для плача, для стинаний, время упасть на колени перед Богом. Но тем не менее, у нас в наших церквях и в наших жизнях царит атмосфера празднования. Люди хотят ликовать, и они хлопают, и они прыгают, и восклицают громко. Но сейчас нам пора рыдать о своей собственной духовной слабости, обо всех мерзостях, имеем ли мы такую любовь, а получить ее мы можем только у Христа. Знаете, это очень впечатляет. Знаете, когда смотришь на избранных, они некогда были особенным народом Божьим. Потому что, когда читаешь о разрушении Иерусалима, знаете, друзья, вы можете вообще-то заменить слово Иерусалим на церковь адвентистов седьмого дня. Потому что мы избранные Божьи. Адвентизм сегодня – это Богом избранная и привилегированная группа людей, но большинство будут отвержены. Почему евреи вообще назывались избраны Божьим народом? Почему они некогда имели привилегии от Бога? Если мы открываем римлянам 3 главу стихи 1 и 2, мы поймем, что им было доверено Священное Писание Божие, закон Божий, не для того, чтобы обособиться, но чтобы по нему жить, а также им делиться с окружающими народами. Они решили, что это их национальная гордость, и тогда они возгордились, и поэтому и сами не освящались той истиной, теми законами, которые были им доверены, и которые они удерживали от других людей. И тут же находится принцип, это в послании к римлянам. 3 стих 1 и стих 2. «Знаете, я не мог спать вчера ночью. Этим утром я сказал, Боже, чем я буду делиться с Твоими людьми сегодня, и я не имел покоя, не мог уснуть. Все, что я сказал своей жене было, мы должны начать цикл программ по книге «Великая борьба». Знаете, у нас были эти уроки с 2007 года, и мы говорили, мы просто ожидали подходящего момента, чтобы представить все эти темы. И вдруг, внезапно, 2017 год, 31 октября, становится как бы приведение в исполнение смертного приговора протестантизму. Как же это, если не сейчас наступило время для нас обратиться и исследовать истинные принципы протестантизма, понять их, жить по ним, и… Делиться ими. Делиться ими. Теперь посмотрите. Они назывались избранными Божьими, потому что они должны были евангелизировать. Тот же принцип записан в Деянии апостолов, глава 13, тексты 46-го и 48-й. Павел говорит, послушайте, евреям, он говорит, «Вам первым надлежало быть проповеданным Словом Божьим, вам, вам иудеям, но как вы отвергаете его, и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам.» И когда после этого открываешь 10-ю главу книгу Откровения, какая часть Писания превыше всех других показывает, что адвентизм седьмого дня, это течение, является избранным Богом. Это Божий возлюбленный народ, которому надлежит проповедовать во всем мире истину для настоящего времени. Это книга Откровения, 10-я глава и стих 6-й и до самого конца, до стиха 11-го. «Тебе надлежит опять пророчествовать, возьми эту книжку, съешь ее, она будет в устах твоих сладка, но горька во чреве твоем. Говоря о 22 октября 1844 года, но после 22 октября 1844 года, обратись и съешь эту книгу. Изучай больше, копай глубже, уразумей быстрое исполнение пророчеств, и опять пророчествуй. На этот раз она будет сладка в устах твоих, на этот раз она будет сладка и во чреве, в том смысле, что мы увидим исполнение того, о чем мы провозглашаем, то есть второе пришествие Иисуса Христа. Тем не менее, единственное время, когда она будет горька во чреве, это время гонений, с которыми нам придется столкнуться, когда мы будем проповедовать об этом. Единственное время, когда она будет горька во чреве, это суровые битвы, в которых нам нужно будет бороться с собственным «я». Верно. Это будет горько. Но Христос обещал, если мы будем сохранять бодрость духа, идя по жизни с молитвой, проявляя стойкость и настойчивость, сказано, мы можем подсластить чашу испытаний. Мы можем. Взгляните со мной, друзья. Снова давайте откроем Евангелие от Луки, 19-ю главу. Это, друзья мои, то, что мы тут изучаем, это, о, друзья, это крайне-крайне важные истины для этого последнего времени. Разрушение Иерусалима. И когда будете изучать первую главу, вы увидите, что хотя Христос и плакал о городе, который был разрушен, Он также видел весь мир и Свой народ, живущий в последнее время. Все же Христос давал им возможность подчиниться Ему, но они отвергли все эти предоставленные возможности. Давайте сейчас посмотрим Евангелие от Матфея, 23-ю главу. Скажи, Хиллари. Ну, знаете, Он дал им 490 лет. Итак, это, как по мне, это милость. Это возвращает нас опять к тому же пророчеству, о котором мы говорили. Даниила 9-я глава. Даниила 9-я глава. Это было произойти. Покрыты преступления, запечатаны грехи, заглашены беззакония и приведена вечная правда. Он ожидал от них победы над грехом, чтобы они поделились этим опытом с другими, но они не справились. Это очень серьезный вопрос, друзья. К ним приходили вестники, посланные к ним Богом, и они отвергали этих вестников. Это была одна из основных причин, приведших к разрушению Иерусалима. Это то, что произошло в этом случае и в прошлом. Как же будет дело обстоять в последнее время? Посмотрите на это Евангелие от Матфея, 23-я глава, и мы обратимся к текстам с 30-го и до самого последнего, 39-го текста. Давайте просто разберем в этом отрывке Писания кое-что. Стих 30-ый. И говорит, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Стих 34-ый. «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. И вы можете прочитать дальше, затем он говорит в стихе 37-ом. «О, Иерусалим, Иерусалим!» А затем в тексте 38-ом. «Се оставляется вам дом ваш пустым». Какова была одна из причин? Они отвергали пророков, проповедников, которых Бог к ним посылал. И в результате реальный город Иерусалим, существовавший во времена Христа, был уничтожен. И мы можем сказать, так как мы видели, что это исполнилось ранее, и как мы видим, по тем же самым причинам. Мы знаем, что храм Соломона был разрушен. И мы можем отыскать причины, если мы откроем второе паралипоминон. И можно начать с… Стих 14-ый. Да. Стих 14-ый. Это произошло из-за отвержения и гонения на пророков. Я хочу прочитать это. Тут говорится в тексте 14-ом. Они им много грешили. Стих 15-ый. И посылал к ним Господь Бог Отцовых, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасение. Представляете, друзья мои? Вот это да. Гнев Божий сошел на них. А стих 19-ый говорит, что они сожгли дом Божий. И разрушили стену Иерусалима. Итак, друзья, наступает ли время, когда Божий гнев снова и зальется? Да. Семь последних язв. После какого значимого события это произойдет? Начертание зверя. Итак, это означает, что перед кризисом начертания зверя, что будут официальные лидеры Божьего народа делать? Как они будут реагировать на Божьих посланников и что они будут делать с их вестью? Издеваться и высмеивать, попирать ногами, преследовать и даже убивать. Стих 15-ый наводит грусть, потому что они издевались над посланными. Но он прекрасен, потому что говорит, он давал нам этих посланников и пророков, потому что жалел. Если бы у него не было любви к своему народу, он не посылал бы к нам никого и никаких предупреждающих вестей. И поэтому многие люди, возможно, смотрят на дух пророчества сегодня как насуждающие, но пророки и посланники посылались благодаря Божьему состраданию, потому что у них была весть, способная умудрить нас во спасение. Весть, принятие которой позволит нам одержать победу над грехом и быть спасенными в итоге. А происходит ли это сейчас? Происходит. Издеваются ли над Божьими проповедниками, называют ли их фанатиками, называют ли их теми, кто отделился от основной церкви, обзывают ли их так и эдак, в них швыряют черные шары, как это видела Эллен Уайт. Их репутацию порочат. Это просто-напросто означает, что разрушение уже на пути. И Христос не только посылал посланников, но Иисус пришел Сам. Откройте Евангелие от Иоанна 11 глава. Интересный момент, который здесь описывается прямо перед тем, как Христос объявил, что Иерусалим будет разрушен. Евангелие от Иоанна 11 главе. Библия сообщает нам одну причину, по которой Иерусалим будет уничтожен. Не только опять-таки из-за того, что они отвергли пророков и посланников, Иоанна Крестителя, и так далее, но потому, что они отвергли самого Христа. А причина, по которой они не приняли Христа, в том, что они считали, что Христос и Его весть сеют разногласия. Верно! Считали угрозой. Друзья, сейчас выслушайте меня очень внимательно. Когда Господь сказал Эндрю, вперед, пора начинать цикл тем по великой борьбе. У меня были некоторые заметки для проповеди, я нашел их. Мне пришлось откапывать их на каком-то старом жестком диске. Я буквально не мог отыскать эти уроки, но это уже другое. Бог как бы говорил, я хочу, чтобы ты перечитал эту книгу. Я сказал, Господи, я уже читал эту книгу много-много раз. Прочитай эту книгу снова. Когда я снова взял и перечитал главу этой книги, я увидел нечто. Вы знали, что иудеи старались объединиться с римским правительством? Они действительно жаждали союза церкви и государства. И так как Христос выступил против этого, они сказали «мы должны избавиться от Него». Посмотрите на одну цитату, вот здесь, это «Великая борьба», страница 27. Хилари, прочти, пожалуйста. «Они ненавидели Христа, потому что Его чистота и святость обнаруживала их нечестия, и выставляла Его виновникам всех несчастья, постигших их за грехи». Остановись прямо здесь, не забегай пока слишком далеко. Говорил ли нам Бог, что Его народ, соблюдающий заповеди, будет обвиняться в несчастьях грядущих на нашу планету? Да. Друзья, просто обратите внимание, это есть в книге «Великая борьба» на странице 589 и 590. Нас будут обвинять в бедствиях. Был ли хоть один человек в Писании, которого обвиняли в несчастьях постигших народ? Илья. 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 Даже Павел. Нерон обвинял Павла. Илья. И за тебя у нас голод. Ты смущающий Израиль. А какой брачный союз, в какое родство царь Ахав вступил? А Илья протестовал против этого. Церковь и государство. Как с Изавелью. Продолжай читать, Хиллари. «Зная, что он не сделал ничего предосудительного, они, однако, утверждали, что его смерть необходима для обеспечения национальной безопасности. Если оставим его так, говорили иудейские начальники, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Если Христос будет убит, тогда иудеи снова могут стать сильным, и сплоченным народом.» Но с кем тем не менее? С римом. С римлянами. Это в Евангелие Иоанн 11-й главе, стихи с 45-го по 53-й. Это там и написано. Итак, тех, кто выступает против тех, кто называют себя адвентистами седьмого дня, которые сейчас объединяются с государством, жмут руку папству, постигнет та же самая участь, что и Иисуса, что и Илью, что и Павла. Это происходит прямо сейчас. Итак, когда проповедники приглашают гражданских лидеров, общественных деятелей, таких как Эл Шоктен и остальные, встать за Божью кафедру, вы знаете, друзья, разрушение уже близко. Да. Когда мы видим лидеров, пожимающими руки и врагу Божьего народа, папе, папе Франциску, мы знаем, что конец уже близок. И те, кто будет выступать против этого подобно Христу, будут рассматриваться, как смущающие народ. Как угроза единства. И если Христос будет убит, тогда они смогут снова стать какими? Сильным и сплоченным народом. Оставьте нас в покое, таков будет и хвопль. Теперь, друзья, я хочу, чтобы вы взглянули на это. В первой главе книги «Великая борьба» сестра Уайт цитирует Михея. Книга Михея, глава 3, Михей, 3 глава. И она говорит, послушайте меня внимательно, что она говорит. «Иудеи увидели, что, избавившись от Иисуса и истины, их нация сможет сохраниться, но случилось как раз обратное.» И она цитирует, откройте Михея, 3 главу, вместе со мной. И вот в чем дело. И суть, которую я вас сейчас хочу привести… Нет, нет, не упустите этого, друзья мои. Суть здесь вот в чем. Многие из наших руководителей полагают, что если они смогут заставить замолчать голос истины, в церкви не будет беспокойств. Но заглушая голос истины, злословие истинных Божьих вестников, их церкви будут в беде. Да, это случится. Итак, Михей, 3 глава. И вы можете прочитать это, стих номер 9, по стих номер 12. И теперь откройте Исаию вместе со мной. Исаия, 5 глава. Что мы откроем? Книгу пророка Исаия, 5 глава. Итак, Хиллари. «Почему Бог посылал вестников и пророков снова и снова? Своим людям, называющим Себя Божьим народом? Почему Христос пришел сам лично? Чего Бог ожидал?» Его желание было, чтобы они принесли плод. Он предоставил им всевозможные преимущества, больше просто нечего было сделать. Как мы прочитаем в Исаия, 5 главе, он поместил их, посадил на плодородном холме, он оградил их, он вскапывал почву, он сделал все возможное. Он предоставил им все преимущества, чтобы они могли принести плоды. Но тем не менее, когда пришло время, не говорится, что они не принесли никаких плодов. Говорится, что они принесли дикий виноград. А мы знаем, что это были плоды не от Духа, но плоды плоти, которые мы можем найти Галатам 5 глава с 19-го по 21-й стихи. Стихи с 1-го по 7-й в книге пророка Исаия в 5-й главе. Друзья, один из наиболее тревожных, один из наиболее тревожных отрывков, в первой главе Великой борьбы, концентрирует внимание вот на чем. Иудеи, как народ, большинство не принесли плод, потому что они отвергли Иисуса. Они отделились от истинной лозы. Евангелие от Иоанна 15-я глава и стих 5-й говорит, «Я истинная лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Итак, они не принесли плода, потому что они отвергли Иисуса. Вы могли бы, пожалуйста, отметить это в ваших заметках? Пожалуйста, друзья, запишите это. И второй момент был в том, что они отвергли слова Христа. Иоанна 15-я глава, стихи с 8-го по стих 10-й. Также Евангелие от Матфея 15-я глава и стих 9-й, где Христос говорит, «Вы учите учением каким? Заповедям человеческим». Вот сейчас прочитаем одно утверждение, сестра Уайт говорит, «О, и величайшим грехом, величайшим грехом иудеев было отвержение Иисуса, и великим грехом христианского мира в последнее время будет что, Хиллари?» Отвержение Его заповедей. Взгляните на эту цитату. Это книга «Великая борьба», страница 22. «Величайшим грехом иудеев было отвержение Христа, а величайший грех всего христианского мира заключается в отвержении закона Божьего, как основы Его правления на небе и на земле. К установлениям Иеговы отнесутся с презрением, и они будут отвергнуты. Миллионы людей, закованные в цепи греха, пленники сатаны, обреченные на вторую смерть, откажутся принимать слова истины в день посещения. Какое ужасное заблуждение! Какая поразительная слепота!» Хорошо, друзья! Итак, пока что известно, что это последняя неделя земного служения Христа. И что это был за день? Где мы находимся относительно последней недели? Какой это был день? Первый день! Воскресенье, верно? Давайте перенесемся вперед к среде той последней недели. Если читать внимательно первую главу Великой Борьбы, сестра Уайт начинает в этой первой главе с этого первого дня триумфального въезда, то есть воскресенья, а затем она переходит к среде. Друзья, о, послушайте меня сейчас внимательно! В среду, за два дня до Пасхи, Хиллари, расскажи нам, каким был главный разговор между Христом и учениками? Что было на уме у учеников? Что было шаблоном или прототипом, примером того, что также было на уме у иудейского народа за два дня до распятия Христа? Где они находились? Они находились на горе Илеонской. А с Илеонской горы обозревался весь город, виднелся храм, и они видели камни, сверкающие в лучах заката. И они были по сути поглощены и очарованы красотой того храма и города Иерусалима, и как Ирод великий сделал его великим. О, друзья! Вы упустили это! За два дня до распятия. Разговор Христа на горе Илеонской со своими учениками. Ученики говорили о том, как прекрасен был храм, и как Ирод великий сделал Иерусалим великим. Друзья, подумайте об этом! Кто здесь был гражданским лидером? Ирод великий. И что ученики говорили Христу? Что было у них на уме? Как Ирод великий превратил Иерусалим в великий город? Это было за два дня до распятия. И он говорил с учениками. С самыми близкими учениками. Они практически высказывали мнение других иудеев в Иерусалиме. Они все были заняты беседой, как Ирод великий сделал. Иерусалим великим. Не похоже ли это на то, что происходит в наши дни? Но прежде давайте взглянем на следующую цитату, потому что Христос ясно высказался. Покуда вы говорите о том, как Ирод, великий гражданский лидер, сделал Иерусалим великим, я говорю вам, что камня на камне здесь не останется. Это случилось за два дня до распятия. В момент распятия два варианта были предложены. Пилат отдавал либо Воравву, либо Христа. Какое здесь применение? Это символизирует воскресение, либо субботу. Итак, как раз перед тем, как будет навязываться начертание зверя. Как раз перед тем, как каждый из нас будет призван принять окончательное решение, либо печать Божья, либо начертание зверя. Какими будут умонастроения в мире и даже среди тех, кто в церкви. Как гражданский лидер обещает сделать Америку снова великой. Вы видите это, друзья мои? Взгляните на это очень внимательно. Это не просто мои слова. Это первая глава книги «Великая борьба». Разрушение Иерусалима. Что же будет дальше? Взгляните на этот отрывок. Это страница 24. «За два дня до Пасхи Христос последний раз посетил храм и там обличил иудейских начальников в лицемерии. Выйдя из храма, он вместе со своими учениками пошел на Иллеонскую гору и расположившись на покрытом травой склоне, разглядывал город. Он снова смотрел на его стены…» Остановись, Хиллари, прямо здесь! Какой это был день? За два дня до чего? До Пасхи. И где они находились? На Иллеонской горе. Итак, это из Матфея 24-я глава. Продолжим читать. Следующий абзац. «Во дни царствования Ирода…» Царствования кого? Ирода. «Во дни царствования Ирода Иерусалим славился не только своей красотой, но и прочностью сооруженных башен, стен и крепостей, благодаря которым он стал практически неприступным. А на странице 24 говорится. «Священный трепет и изумление охватили учеников, когда они услыхали пророчество Христа о разрушении храма. Им хотелось глубже проникнуть в значение его слов. Ирод Великий. Ирод Великий щедрой рукой отпускал для храма, для нации, деньги из римской и иудейской сокровищниц, и даже римский император обогащал его своими дарами. Из Рима для храма были доставлены огромные плиты белого мрамора, некоторые из которых достигали невероятных размеров. И обращая на них внимание спасителя, говоря что? «Учитель, посмотри какие камни и какие здания». Итак, что занимало их ум за два дня до Пасхи? «Великолепие и красота храма и то, что Ирод возвеличил его». Как Ирод Великий сделал Иерусалим великим, друзья? «Построив стены». «Построив стены». «Построив стены». Я хочу сейчас задать вопрос. Происходит ли подобное разглагольствование сегодня? Понимаете, почему я не мог заснуть вчера, сегодня утром? Видите ли вы, что все это означает первая глава Великой борьбы? «Ирод Великий сделал Иерусалим великим». Два дня. Я специально подчеркиваю, за два дня до распятия. За два дня до того, как был дан выбор, Христос или Варава. Два дня до закона о воскресном дне. Боже, помилуй нас! Насколько же мы близки! Состояние сердца тех, кто был в Иерусалиме, и более конкретно, тех, кто в церкви, церкви, тех, кто был наиболее близок ко Христу. Ирод Великий сделал Иерусалим великим. Да. Они смотрели на внешнее великолепие. То, что на самом деле сделало Иерусалим великим, и храм великим, и превышающим по своей красоте даже храм Соломона. Это был Христос, который хотел обитать. Они ведь выгнали его из храма его. Но он пребывал в этом храме. Вот, что возвеличивало этот храм. Но они смотрели на то, что Ирод гражданский лидер сделал. В сравнении с храмом, который Соломон построил, некоторые пожилые люди, которые видели первый храм, плакали. Потому что новый был хуже, по сравнению с тем, как выглядел первый храм. Но здесь мы видим, что ученики пришли в изумление, и они в трепете от этого храма и работе рук человеческих, гражданского лидера. И они упускают, что сидят рядом со Христом, кто был единственным, кто поистине желал возвеличить храм. Евангелие от Матфея 24-я глава. Что произошло прямо перед этим, в Евангелие от Матфея 23-й главе, стихи с 37-го по 39-й. Ваш дом оставляется. Он вышел. Он вышел оттуда. И тем не менее, они продолжали говорить о том, как гражданский лидер Ирод Великий сделал Иерусалим великим. Как это применимо к нам? Это означает, что Ирод Великий, гражданский лидер, будучи гражданским руководителем, сделал церковь и нас великой. Итак, в нашей ситуации это должно указывать на другого гражданского правителя, который сейчас говорит о том, чтобы сделать Америку великой, сделать церковь. Посмотрите на экран, вот сюда. Тут говорится, давайте сделаем американскую церковь снова великой. Вот это да. Трамп сейчас говорит, сделайте американскую церковь великой снова. Исполнение пророчества в первой главе Великой борьбы. Гражданский лидер. А сколько членов церкви проголосовало за Трампа? Почему? Потому что он пообещал сделать нацию вновь великой. Церковь. Церковь. Какую церковь? Вот что мы здесь видим, друзья. И теперь они верят, что могут отвергнуть Христа. Давайте остановимся на этом. Они могут легализовать гомосексуализм. Трамп, я полагаю, вчера или сегодня, в четверг, подписал распоряжение о том, что он собирается продолжить начатое Обамой. Обама. Который голосовал за то, чтобы легализовать однополые браки. Нельзя проявлять дискриминацию. Итак, можно легализовать гомосексуализм и все-таки сделать Америку великой. В последний раз, когда я читал 14-ю главу притч, там было написано, «Праведность возвышают народы». Я не хочу никого ругать и обвинять, и тем не менее, они говорят, мы снова сделаем Америку великой. Пастор, национальное отступление ведет к национальному краху. Когда я читаю этот заголовок, давайте сделаем американскую церковь снова великой. Мы знаем, что согласно 13-й главе Откровения, что образ первого зверя будет действовать со всей властью первого зверя и заставлять весь мир поклоняться зверю. Мне на ум приходит Даниила 8-я глава с небольшим рогом. Там говорится, что небольшой рог сначала был маленьким, он разрастался и стал чрезвычайно великим. Это церковь, которая чрезвычайно возвеличится. Он вернет власть папству. Они упустили это, я знаю, что они недопоняли это. Он говорит о возвеличивании церкви снова. Нам необходимо понимать, что это за церковь. Потому что образ зверя – это образ папства. И мы знаем, что он будет заставлять всю землю поклоняться первому зверю, то есть папству. Даниила 8-й стих 9-й стих 9-й. Мы видим, что этот небольшой рог чрезвычайно разросся, но слово, которое там используется, означает, что он стал чрезвычайно великим. Итак, он хочет сделать Римо-католическую церковь снова великой. И он сможет это сделать только тогда, когда отступившие протестанты заставят мир поклоняться первому зверю. Друзья, вы уловили это за два дня до Пасхи. Я пытаюсь довести это до вашего сознания. Потому что, друзья, вы еще ничего не увидели пока что. Я обратился к книгам по истории. Я сказал, что здесь происходит? Является ли это движение пророческим? И, конечно, является. Как тогда в первой главе Великой Борьбе, как раз перед тем, как дан был выбор, Варава или Христос, разум учеников Христа был занят тем, как Ирод Великий возвеличил церковь и нацию. Исполнение этого всего происходит сегодня. В словах Трампа. Говорю ли я, что он последний президент? Я не знаю этого. Только Бог это знает. Все, что я хочу сказать, это еще на один шаг, нас приближает к исполнению пророчества. Посмотрите сюда внимательно. Знаете ли вы, считается, что мистер Трамп занял пост президента, поддерживая идеи популизма, движения национализма, означающего Америка – великая держава. Национальная гордость. Взгляните вот сюда. Это Ньюсвик. Давайте посмотрим на даты. Это ноябрь, пятнадцатое число 2016 года. Ньюсвик. И заголовок гласит, как Дональд Трамп, что? Национализм. Не забывайте это слово. Одержал победу над белыми американцами. И это картинка, которую они сюда поместили. Не обманывайтесь. Потому что, когда мы посмотрим на корни глобализма, говорят, Хиллари Клинтон была глобалистом, а Трамп националистом. Понятно? Если посмотреть, откуда произрастают эти корни этих обоих движений, вы обнаружите одно общее семя. Папство. Посмотрите на это. Это от 21 января 2017 года. Взято с CNN. Что здесь гласит заголовок? Трамп проводит кампанию какую? Популизма в Вашингтоне. Итак, какие два термина у нас здесь есть? Национализм и популизм. Хорошо. Взгляните на это внимательно. На прошлой неделе мы это уже изучали. Когда папа Франциск намекнул, что Трамп может быть вторым Гитлером. Давайте про это забудем. Я не буду пока об этом говорить. Взгляните на слова внизу страницы. В последнем предложении он сказал. В то же самое время он также указал на что? На то, что популистские лидеры прошлого, такие как немецкий фашистский лидер Адольф Гитлер также что? Поддерживались народом. И так он называет Трампа популистским лидером. Популизм и национализм. Мы и будем продвигаться дальше. Это вышло всего несколько дней назад. «Джезуит ревью». И какой здесь заголовок? Какова реакция католицизма на рост национализма? И посмотрите как они соединяют национализм с популизмом, с приходом Донада Джей Трампа к президентству. Давайте прочтем немного ниже. Тут говорится, когда новое что? Хиллари. «Когда новая администрация и конгресс начнут работу, слияние популизма и национализма на практике в культурной и политической струе Соединенных Штатов вынудит нас глубоко исследовать природу и национализма и популизма». Остановись, пожалуйста, на этом. Давайте посмотрим на это теперь. Какой заголовок статьи из Брайтбарта? Брайтбарт. А вы знаете, кто раньше управлял Брайтбартом? Стив Бэннон. Главный советник или тот, кто помог ему разработать эту стратегию. Понятно? Стив Бэннон. Какое название у этой статьи? «В чем секрет привлекательности Дональда Трампа?» И ответ. «Национализм». Это просто невероятно! Теперь, друзья, так как национализм привел и посадил Трампа в кабинет президента, было ли подобное движение уже в прошлом? О, я пошел и поискал, чтобы увидеть во времена, ну примерно около 1888 года, когда закон о воскресном дне собирались принять в Соединенных Штатах. В 1888 году было ли подобное движение? О, Алонзо Джонс, Эй Ти Джонс сказал следующее. Посмотрите на это. Это Эй Ти Джонс, он сказал следующее. «Это идея об американизации национализма то, с чем стоит считаться. Я американец. Я не стыжусь этого, но я и не горжусь этим. И в этом-то и вся разница в нашем мире, быть способным помогать людям за пределами Америки. Ибо можно взять любого человека, который гордится тем фактом, что он американец, а он воздвиг барьер между собой и любой душой, которая не является американцем. Не звучит ли это как-то знакомо? Иммиграция. Происходит ли что-то подобное сейчас? Национализм? Давайте продолжим. Алонзо Джонс пишет дальше. «Всякий, кто бывал на зарубежных полях, знаком с этим фактом. Трудности, устранение которых заняло возможно целые годы, были созданы теми, кто сохранял дух национализма. Это часть древнего язычества Рима. Невероятно! Национализм является частью древнего языческого Рима, которая вынуждала многих поклоняться гению империи, вместо Бога. Вот это да! Разбирается ли он в том, о чем говорит наш церковный историк Алонзо Джонс? Хорошо, тут продолжение, Хиллари. Это настолько вбито в головы людей, что это такое? Национализм. Он настолько вбит в умы людей, что цепляется к сердцам простых людей. О нем иногда учили нас в школе. История США для младшей школы. Он был встроен в нас и вызывал в наших сердцах волнение, наполняя духом борьбы. Тот же самый дух продолжает будоражить умы и сердца, даже после того, как люди принялись за дело Божие и отправились куда? На иностранные миссионерские поля. Итак, даже те, кто называют себя миссионерами Божьими, заражаются каким духом? Духом национализма. Давайте двигаться дальше. Да! И можно понять, почему произошло такое возмущение, когда один футболист отказался встать во время национального гимна. Люди называли его антиамериканцем. Как будто у него не было выбора в этом вопросе. Ты просто должен встать. Ты должно быть предателем. Да кто ты такой, что ты не встал во время национального гимна? Люди, которые не клали свою руку на сердце и не давали клятву верности, считались противниками Америки. Друзья, можно я добавлю? Знаете ли вы, что дух национализма в Америке прикреплен, присоединен к начертанию зверя? Потому что очень, очень скоро, если вы не пойдете путем диктата нации, вы не сможете покупать. Вы не сможете продавать. Ваши права будут отобраны у вас. Вы будете убиваемы. Национализм. Эти Джонс, говорит, он исходит от языческого Рима. Чтобы вы служили и превозносили и прославляли империю превыше Бога. Хранили верность. О, верность империи превыше. Превыше Бога. Давайте вернемся назад, вернемся сюда. Эти Джонс писал, «Господь хочет изъять этот дух из наших сердец». Какой дух? Национальную гордость. И сколько людей голосовало за Трампа? Трамп, сделай Америку снова великой. Америку снова великой. Бог хочет изъять этот дух из наших сердец. Аминь. Потому что национализм – это не то, что есть только в Америке. Я с Ямайки. Точно. Потому что это есть в каждой стране. Но основываясь на пророчестве, мы сейчас это обсудим. Нам необходимо принять эту весть от Бога в духе и силе Ильи. Алонзо Джонс пишет, как Иоанн Креститель шел на служение, когда нес весть о грядущем Господе в духе и силе Ильи. Мы читаем в первой главе Иоанна, цитата. «Был человек посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он был послан от Бога». Затем Алонзо Джонс пишет, это существенно меняет дело, если человек что? Послан от Бога, или он послан Америкой, или другой страной. Мы находим дух национализма во всех странах. Куда бы вы ни поехали, в любом народе, вы обнаружите то же самое национальное тщеславие. И каждый человек жаждет прославлять и восхвалять свою страну. Закончи читать здесь. Почему? Просто потому, что она произвела на свет такого великого человека, каким являюсь я. Вот и все. Это просто тщеславие одной личности во всем народе, что порождает этот национальный дух соперничества и самовозвышения, что лежит в основе практически каждой войны, приводящей к волнениям по всему лицу земли. Подожди, так что же лежит в основе практически каждой войны? Национализм. Продолжай, Хиллари. Я просто собиралась сказать, что город Ватикан считается, по сути, это город, но им присуща национальная гордость, превыше всякой другой. Потому что в Откровении 18 мы видим, что папство говорит «Сижу царицею, и не вдова, и не увижу горести». Она сделала это и заявление, и сразу после этого, что происходит? Она пала. Она полностью пала. Мы видели то же самое с Вавилонской башней. Они хотели превознестись. И их мастерство и архитектурные умения не шли на прославление Бога. И что же случилось? Ничего не получилось. Взгляните на это. Да это Алонзо Джонс. Существует много других цитат по этому же вопросу, но они все сводятся к националистическому движению, говорит он. Опять-таки, перед ним, 1888 год, закон о воскресном дне, который приближается. Но они все сводятся к националистическому движению, которое следует теории, что все люди не способны что-либо делать самостоятельно, и следовательно, правительство как всеобщий родитель, так в чем же разница между глобализмом и национализмом? Одно и то же семя. Тут говорится, должно делать абсолютно все вместо них, даже выбирать мелодии, которые им слушать. Конечно же, кто вовлечен в эти движения? Движения национализма не совершают свои дела таким образом, что это будет казаться слишком грубо. Но это именно то, чего эти течения добиваются от начала до чего? До конца. До конца. Затем он говорит следующий абзац. Секрет всего этого вопроса заключается в двух элементах. Что эти за два элемента? Первый. Неспособность, или скорее ребячество людей. Номер два. И личность, или скорее божественность? Правительство. Правительство. Итак, они ставят условия, что значит быть американцем. Каким ты должен быть? И если ты не попадаешь под эти условия, тогда ты предатель, и ты враг Америки. Точно так. Именно. Нам нужны только те, кто живет по нашим ценностям в Америке. Поэтому, если Америка легализирует однополые браки, что произойдет с людьми, соблюдающими библейские заповеди? Если Америка легализирует закон соблюдения воскресения, что случится с христианами, верующими Библией? Ты враг Америки. Вы враг Америки. А следовательно, у них нет тех прав, какими мы, американцы, обладаем. Друзья, давайте сделаем Америку какой? Мы же должны призывать Америку к покаянию. Вернемся к цитате. Он говорит, Алонзо Джонс пишет, каждый из этих моментов присутствует в другом, и оба они что? Несовместимы с принципами, являющимися основой американского общества. Первый среди всех американских принципов и величайший среди всех правительственных принципов есть мужественность и отсюда всевозможные способности народа. А второй, похожий на этот, а именно абсолютное что? Субординация. А при ней полная беспристрастность правительства. Оба этих элемента ясно защищены чем? Декларацией. Независимости. Итак, он говорит, национализм противоречит чему? Конституции. И чему еще? Декларации независимости. Мы считаем что? За очевидные истины. Что все люди какие? Сотворены ранными. Не все дети, но все кто? Люди. Можем ли мы сами о себе позаботиться? Есть ли у нас свобода совести? Так и есть. Нужно ли нам, чтобы правительство страны думало за нас? Да, это действительно так. Или мы должны сами принимать решения и выбирать делать то, что мы хотим делать? Именно на этом и основывалась Америка свобода совести. И Алонзо Джонс в конце говорит одну фразу. Скрыть индивидуализм в национализме будет подобно попытке пользоваться долларами без центов. Итак, национализм стирает… Центы. Индивидуализм. Верно. Все сводит к одному. Это похоже на экуменизм только на политической арене. Опасно. Да. И они заставляют нас поверить. Глобализм. Демократы. Национализм. Откуда он появился? Язычество. Друзья, а теперь помните, Хиллари зачитывала немного ранее для вас о Вавилонской башне. Была ли она национальной гордостью? Что произошло с тем царством? Оно пало. А затем ты прочитала из 18 главы Откровения стихи 4 по стих 10. Когда блудница говорит «Сижу царицей». Когда она скажет «Сижу царицей». Когда она приобретет мужей. Когда она приобретет народы и церкви. И стих 4 говорит, и стих 5. Грехи ее дошли до неба. Что же заставило ее грехи достичь небес? То, когда она воссела вместо Бога, чтобы ей поклонялись. Точно! Именно так! И Псалом, Псалом 118, это то местописание. Псалом 118 и стих 126. Время Господу действовать. Закон твой разорили. Поэтому, когда закон о воскресном дне вступит в силу, она тогда объявит «Сижу царицей». Национализм. Но чтобы она восседала как царица, кто-то должен вернуть ей ее силу. Кто это? Америка. Поэтому, когда Америка говорит о том, чтобы вновь стать великой, то еще при этом возвеличится. Папство. И будет говорить «Сижу царицей». Небольшой урок. Итак, друзья, я хочу растолковать эту истину до полного понимания. Я не мог уснуть вчерашней ночью и до самого утра. Потому что я думал о том факте, что за два дня до Пасхи чувства и умы учеников иудеев были о том, что Ирод великий сделал Иерусалим великим. Но Иисус сказал, камня на камне не останется. Знаете ли вы, что так же как и Ирод великий, гражданский правитель возвеличил церковь? Трамп сейчас говорит «мы сделаем Америку великой». Даже церковь сделаем великой. Знаете ли вы, что был другой? Другой гражданский правитель в Писании, который говорил, что сделает Вавилон великим. Кто это был? Это был Навуходоносор. Откройте со мной четвертую главу книги Даниила. Четвертая глава книги Даниила. Те же слова. Глава 4 стих 27. Глава 4 стих 27. Здесь сказано. «Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» В следующем стихе говорится. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят царь Навуходоносорь. О, царь! Царство отошло от тебя!» Поэтому, когда президент сейчас говорит «я сделаю Америку снова великой» и все надеются на него, национальная гордость… Давайте, 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 называть всех остальных не американцами. Вы ниже нас. Библия говорит нам, камня на камне не останется. Точно так же, как Иерусалим был уничтожен, это повторится вновь. Так же, как Вавилон пал, Вавилон в последнее время вскоре полностью падет. Готов ли я? Верно. Готовы ли вы? И отрывок, который ты только что прочитал, он показывает, как быстро, как только нация или лидер возвышаются и наполняются этой национальной гордостью, следующее, что с ними происходит, это его полное уничтожение. И это видно снова в Откровении 18 глава, где она провозглашает себя царицею. Снова и снова в Откровении 18, вы видите, что говорится. Ее разрушение придет в один час. Более трех или четырех раз в Откровении 18 показывается, как быстро она все теряет, как только делает эти шаги и начинает превозносить себя над Богом. И все народы следуют примеру Америки, верно? Откройте со мной Евангелие от Матфея 24 главу прямо сейчас. Итак, друзья, понимаем ли мы, что мы сейчас изучаем? И все, что мы делаем, мы изучаем вместе первую главу книги «Великая борьба». А теперь, когда мы видим совсем незадолго до того, как Христос был распят, люди восклицали. Ирод великий сделал Иерусалим и церковь великими. Разрушение последовало незамедлительно. Подобное будет происходить в эти последние дни. Так каковы же были некоторые из знамений, особенные знамения, которые Христос дал, которые сигнализировали об уничтожении буквального Иерусалима. Иерусалима. Которые указывают теперь на уничтожение этого мира. Он упомянул в стихах Матфея 24 глава тексты 15-16, что когда видите мерзость запустения, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. А в Марка 13 глава стих 14 говорится, когда же увидите мерзость запустения, стоящую где не должно, тогда пришло время и разрушение Иерусалима неизбежно. Мы знаем, что согласно библейскому пророчеству Даниила 8 глава, а также Даниила 11 глава, что мерзость запустения – это папство. И поэтому, когда вы увидите, что папство стоит там, где не должно, берет на себя полномочия, которые не имеет, тогда вы знаете, что разрушение и уничтожение и второе пришествие Иисуса Христа уже близко, что папство стоит там, где не должно. В сентябре 2015 года он говорил перед, это был беспрецедентный случай, перед совместным заседанием Конгресса, и люди были очень рады приветствовать его. Там были аплодисменты, когда он пришел говорить. Должно существовать четкое разграничение между церковью и государством. Он стоит не там, где должно. Это религиозный лидер, и он стоит и дает предложение, и обращается к Конгрессу, к законодателям. И существует множество других поучительных моментов из этой истории. Книга «Великая борьба». Опять-таки, мы изучаем первую главу в этой книге. На странице 25 написано. После того, как сестра Уайт процитировала Евангелие от Матфея 24-ю главу стихи 15-й и 16-й, она далее говорит. «Когда языческие знамена Рима будут водружены на священной земле, простирающиеся на несколько сот метров за городскими стенами, последователи Христа должны будут спасаться бегством. При виде предостерегающего знамения нельзя будет откладывать свое спасение.» Я читал это утверждение. Я слышал, как его цитировали, его очень много раз цитировали. Многие люди имеют свое толкование. Я слышал, как некоторые говорили, когда вы увидите, как ватиканский флаг будет выставлен на показ, на собрании Генеральной конференции, мерзость запустения стоит там, где не должно. Я хочу, чтобы вы поняли это. Если вернуться к этой цитате, можно ли увидеть церковь и государство переплетающимися, соединенными? Говорится, когда языческие знамена Рима, то есть гражданская власть будут водружены на священной земле. Что это святая земля? Церковь. Церковь и государство. И вы видите, что сестра Уайт последовательно, когда вы доберетесь до страницы 588 в Великой Борьбе, она упоминает союз церкви и государства. В свидетельствах для церкви том 5 стр. 451. Союз церкви и государство. А затем придет конец. Так что у меня такой вопрос. Замечаем ли мы объединение церкви с государством? Замечаем ли мы продвижение в этом вопросе? Видим ли мы это? А это означает, что пора двигаться без промедления. Верно. И еще одна мысль. Языческие знамена Рима, водруженные на священной земле. Это может также означать и римно-католические принципы могут проникнуть в публикации адвентистов седьмого дня. Римские католики могут приглашаться выступать в адвентистских церквях, и коммуническое движение может проявиться в учреждениях адвентистов седьмого дня. Список можно продолжать и продолжать. Языческие римские стандарты устанавливаются в церкви адвентистов седьмого дня. А как насчет сердца? Сердце должно быть зарезервировано, как место обитания Бога. Устанавливаем ли мы языческие стандарты родом из Рима, из язычества? И еще одно знамение сестра Уайт дала, явно возвращаясь к первой главе. Еще одно знамение сестра Уайт указала, то что показало, что разрушение неизбежно и очень близко. Она говорит, что там присутствовали внутренние расприи, внутри церкви. Это можно найти на страницах 28 и 29. Это очень долго читать, внутренние расприи. Так что же это говорит нам сегодня? Видим ли мы подобное в мире? Давайте начнем с мира, а потом доберемся и до церкви. Сколько беспорядков мы сейчас наблюдаем в народах? Беспорядки, протесты, кровопролития, внутренние расприи. И не только во внешнем мире, но где еще? Так же и в церкви. Как мы это видим? Это заметно в сфере ЛГБТ-движения, которое пытается утвердиться в церкви адвентистов седьмого дня. И есть люди, которые выступают против этого. Мы видим конфликт по поводу рукоположения женщин и протесты связанные с этим. И так же по некоторым доктринальным вопросам можно увидеть много внутрицерковных проблем, даже с определенными верованиями, имеющими место внутри адвентизма седьмого дня. Друзья, эта часть нашего исследования очень важна. Был человек, который проповедовал семь лет. Семь лет! А семь означает что? Полноту. Семь лет он проповедовал, и он нес весть о последнем времени. И тем не менее, говорится, что он умер в той самой осаде, о которой пророчествовал. Что это будет означать для нас сегодня? Посмотрите на эту цитату, «Великая борьба», страница 30. Хиллари, что здесь говорится? «В течение семи лет один прозорливец ходил по всем улицам Иерусалима и громким голосом возвещал о бедствиях, ожидающих этот город. Днем и ночью не переставал он произносить скорбные слова. Голос со стороны Востока. Голос со стороны Запада. Голос от четырех ветров. Голос против Иерусалима и храма. Голос против невесты и жениха. Голос против всего народа. Этого странного человека заточили в темницу и жестоко избивали. Но ни одной жалобы не сорвалось с его уст. На все оскорбления и издевательства он только отвечал. Горе! Горе Иерусалиму! Горе! Горе жителям его! И предостерегающий голос умолк только тогда, когда этого провидца безжалостно убили. Ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима. Удивительно, что это означает, друзья, завершая эту нашу встречу! Какое применение это имеет для нас? Мы можем видеть, что он понимал умом, что разрушение… Потерян ли он? Да. Он знал пророчества, он знал, что время их посещения настало, и он нес весть предупреждения. Он не только предупреждал мир, он разоблачал вероотступничество, происходящее в церкви, и он делал это постоянно. Его преследовали, его сажали в тюрьму, и сказано, ни одной жалобы не сорвалось его уст. Но, тем не менее, он был убит при той самой осаде, о которой пророчествовал. Он не мнял вести, о которой сам проповедовал. Итак, может случиться так, что те, кто проповедуют о трехангельской вести, о смерти протестантизма, о том, что разрушение этой земли уже близко, они проповедуют о втором пришествии Христа. Они делают это верно. Они разоблачают грехи и беззакония в церкви. Что происходит в сердце? Почему он не внял той вести? Почему он не спасся бегством? И контекст всего этого раздела этой главы «Бегство из Иерусалима». Бегство. Вы должны согласовать это. Что говорится ни один христианин. Есть такая вероятность, что он был потерян, потому что контекст этой главы звучит так. «Бегите из Иерусалима». Бежать куда? В горы. Итак, когда мы видим эти знамения, готовимся ли мы духовно, умственно и физически? Готовимся ли мы и приносим ли мы это Богу в молитве? Или мы погибнем в той же самой осаде, о которой сейчас пророчествуем? У нас есть работа в этом городе, которую нужно исполнить. Но нам незачем находиться в этом городе, исполняя эту работу. Потому что он находился там в городе, и вероятно верил этой вести. Вот одна полезная мысль для нас. Он сам не сделал никаких приготовлений для побега из города. Поэтому, когда началась осада, он также погиб. Потому что некоторые люди говорят, Богу нужен голос внутри города. Мы не можем все выехать в села. Мы можем. Если Божье Слово говорит, что нам это надо сделать, то он все усмотрит. Но это означает труд в городе из аванпоста, не живя внутри города. Но пока уж вы здесь, действительно трудитесь. Пока Господь не откроет эту дверь для вас, чтобы выйти. Исполняйте свою работу, где бы вы ни находились. В завершении нашей встречи, по поводу этого же самого момента, Бог, по Своей милости, не позволил Титу прийти первым и уничтожить Иерусалим. Он позволил Цестию добраться до Иерусалима в 66 году нашей эры. Я исследовал этот вопрос. Цестий пришел за три с половиной года. До того, как пришел Тит. Три с половиной года. И друзья, три с половиной года было долгим временем. Я могу представить, как некоторые люди говорили. Посмотрите на этих проповедников, которые говорили, что наш город будет уничтожен. Ничего этого не произошло. Вы уже рассказываете про воскресный закон. Уже так долго. Ничего так и не произошло. Цести не вернулся. Знаете, вы все говорили, что Обама издаст закон о воскресном дне. Этого не произошло. Между прочим, вы говорили, что Буш издаст воскресный закон. Джордж Буш. Этого не произошло. И теперь вы сейчас говорите, это Трамп. А знаете что? А теперь вы говорите, что люди в США будут требовать воскресный закон. Этого никогда не случится. Но с самого начала Господь показывал знамения, чтобы дать им понять, это может случиться прямо сейчас. Приготовьтесь. Итак, когда вы будете замечать, что то, что было предсказано, исполняется, то, что Господь сказал, то тогда мы будем знать, что вот для тебя дверь спасения. И многие из них, когда пришел Цестий, говорится, они были изумлены в начале, и когда невероятным образом Цестий отступил, они начали вздыхать с облегчением, и они остались. Но другие, малая группа людей, увидела в этом знамение и бежала. Да. И друзья, вы не можете мне сказать, что не видите, как Иерусалим, наш мир окружен со всех сторон армиями. Службы разведки сейчас полностью окружили нас. Они следят за всем, что мы делаем, контрольные пункты повсюду. Даже наши компьютеры и мобильные телефоны. Вы видите эти знамения? Вы видите знамения? В политической сфере, в социальной сфере, в финансовой сфере. В церкви. В церкви, в области религии. Это видно. Не будьте сознательно слепыми, друзья. Вы знаете, что за теми, кто останется в Иерусалиме, Тит вернется через три с половиной года. И угадайте, что? Написано, они не могли выходить и не могли входить, указывая на время, когда мы не сможем покупать и не сможем продавать. И это было время голода, сурового голода. И они начали поедать. О, друзья, вы знаете эту историю. Это случится снова. А некоторые полагают, что как только они получат начертание зверя, чтобы иметь возможность покупать и продавать, они будут иметь покой. Это может продлиться всего лишь короткое время, потому что знаете что? Тит, уничтожающий Иерусалим, символизирует собой семь последних язв. Потому что сестра Уайт говорит, ангел-губитель виднелся стоящим над Иерусалимом, занесенным над городом мечом. Семь последних язв, друзья, мы приближаемся к нашему дому. И важный вопрос вот в чем. Мое имя написано ли оно в книге жизни Ангца? Мое имя сохранится ли оно там в этой книге? Ваше имя будет ли найдено в книге жизни у Агнца? Посмотрите на это утверждение. Как вы видите, это последняя страница первой главы. Там написано следующее, Великая борьба, страницы 37 и 38. Там говорится, «Поэтому люди должны быть очень внимательны к поучениям Христа, содержащимся в Его словах, подобно тому как Он предостерегал учеников Своих у разрушений Иерусалима и указал им знамения приближающейся Его гибели, чтобы они могли избежать общей участи. Точно так же Он предупредил этот мир и о дне Его окончательной гибели. И дал людям знамения Его приближения, чтобы каждый, кто пожелает, пожелает всех, кто изберет, мог избежать грядущего гнева» Иисус говорит, «И будут знамения в солнце, луне и звездах» Прочитайте следующую фразу вместе со мной, друзья. А на земле что? «Уныние народов» Не это ли самое происходит прямо сейчас? Именно так, как пророчество гласит в последовательном порядке. Следующее предложение. И все замечающие появление этих предвестников должны знать, что близко где? При дверях. При дверях. «Итак, бодрствуйте», – наставляет Он нас, – «кто внимательно относится к этим предостережениям, не будет оставлен во тьме, и день тот не застигнет его врасплох. Но для тех, кто не будет бодрствовать, день Господень так придет, как тать ночью, современный мир готов поверить чему? Вести. Последней вести предостережения не больше, чем в свое время иудеи верили предостережениям Спасителя относительно Иерусалима. Как они отвергли ее тогда, так они поступят и сегодня. И когда наступит день Господень, неготовыми к этому величайшему событию окажутся нечестивые. Жизнь будет идти своим обычным чередом, люди будут поглощены своими делами, торговлей, наживой, всевозможными удовольствиями. Религиозные вожди будут прославлять всеобщее благоденствие и цивилизацию, убаюкивая народ мнимым чувством безопасности. Вот тогда-то подобно вору, который в полночь прокрадывается в плохо охраняемый дом, внезапная гибель постигнет всех беспечных и нечестивых. И они что? Не избегнут. Знаете, друзья, в заключении, давайте откроем Евангелие от Луки 19-ю главу. И мы на этом остановимся. Я должен добавить, я не хотел возвращаться к этому, но я обязан добавить, нынешний президент и нынешняя администрация. Не обманывайтесь их обещаниями, потому что благодаря обещанию сделать Америку снова великой, фондовый рынок взлетел на 20 тысяч пунктов. Исторический скачок. И многие люди сейчас думают, отличное время для инвестиций. Давайте покупать больше, давайте продавать больше, давайте строить. Потому что Трамп сделает что? Тогда внезапно постигнет их пагуба. Потому что Христос говорит в Евангелии от Луки 17-й главе, что перед Его возвращением люди будут сажать и строить. И так должно наступить такое время, когда будут звучать обещания богатства и благоденствия. Утверждаю ли я, что это произойдет при Трампе? Я не знаю. Только Бог знает. Все, о чем я хочу сказать, и здесь говорится что? Оставаться готовыми. Нам нужно оставаться готовыми. Луки 19-я глава, мы уже заканчиваем. Тут говорится, друзья. После того, как Христос сделал это заявление в Евангелии от Луки 19-й главе, после того, как Он плакал и рыдал о том, что очень-очень скоро у людей не будет дня посещения, чтобы познать истину. Он говорит в стихе 45-м, что Он вошел в храм и очистил его. Какая же здесь связь, друзья? Иерусалим был потерян на тот момент, друзья. Иисус плачет. Они не знают дня своего, чего? Посещения. Зачем же Он тогда очищает храм в текстах 45-м и тексте 46-м мы читаем об этом? Что Он этим показал? Где была проблема? В церкви. В церкви. В церкви. making us nine time-ame Bible 11-я верхняя Тsk Whark 18-и Belt Если сомнения и неверия останутся, то люди, которые считают, что много знают, лишатся верных служителей. О, если б и Ты, сказал Христос, хотя всей Твой день узнал, сказал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ныне от глаз Твоих. Когда сестра Уайт снова цитирует 19-ю главу Луки, она говорит в этом контексте, служители встанут за наши кафедры, уча ложному пророчеству, и люди будут сомневаться в истине и отвергать истину. И она не говорит, что люди уйдут. Служители отделятся от тех, кто считает, что много знает. Поразительно! О, друзья! И Он очистил храм! Друзья, храм нуждается в очищении, и Христос сделает это Своей вестью, Он сделает это, но важнее всего как насчет моего дома, а как насчет вашего дома, как насчет моего сердца и как насчет вашего сердца. Я сегодня говорю, Господи, очисти меня. А что вы скажете? Господь, очисти меня. И когда очистишь меня, очисти мою семью. И очисти в нас, сделай нас светом для тех, с кем мы общаемся. Аминь, друзья! Давайте помолимся! Отец Небесный! Мы благодарим тебя, сегодняшним вечером, за это изучение твоего слова, этой первой главы книги «Великая борьба» и вступление к этой книге. Помоги нам, дорогой Божий, двигаться дальше, быть усердными в нашем исследовании. И не смотря на эти слова, как на какие-то мертвые слова, мертвое письмо, но как на живое свидетельство. Слово Твое есть жизнь. Оно актуально и сегодня. Это написано для настоящего времени. Мы молимся о мире, мы молимся о церкви. Но грехи этого мира лежат у дверей церкви. И грехи церкви лежат у дверей наших домов. Дай нам это понять, помоги нам обратиться. И пошли нас в этот мир, чтобы нас невозможно было заставить замолчать по причине нашего страха. Нет, нет, дорогой Божий, дай нам смелости и дай нам веры, чтобы мы могли продолжить этот протест. Истинные принципы протестантизма. Спаси нас, мы молим. И как мы и выбрали, чтобы Ты нас очистил, мы не можем сами себя очистить. Пожалуйста, дорогой Господь, очисти нас банью Твоего слова. Даруй нам желание ежедневно проводить время с Твоим словом жаждать Твоего слова больше, чем даже нашей обычной и необходимой пищи. Вечером, утром и днем питаться словом жизни. Спаси нас, мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хотела бы вдохновить вас всех. Пожалуйста, перечитайте главу номер один из «Великой борьбы», а также вступления. Затем, чтобы подготовиться к следующей неделе, пожалуйста, прочитайте главу номер два. Я верю, вы получите больше пользы от нашего исследования, если прочтете все это самостоятельно. Аминь, друзья! По Божьей милости мы будем продолжать в следующий четверг. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в эту ближайшую субботу, и давайте вспоминать предстоящее крещение в наших молитвах, а также кандидатов на это крещение. Да пребудет с вами Бог! До нашей следующей встречи!